После больших разборов Кейт Миддлтон и Меган Маркл возникли эти просьбы сравнить их, показать в чем же разница между этими двумя девушками. И конечно, я расскажу вам подробно, какие главные детали и отличия центробежной силы двух этих девушек не только в достижении целей, но и в постели, в сексуальной жизни. Поэтому я думаю, будет очень интересно, кто хотел узнать их поближе. Здравствуйте, друзья и подруги, вы на канале Что Посмотреть, и с вами я, гражданин режиссер. Кто не видел, обязательно посмотрите, на канале есть разборы королевской семьи, их характеры, их внутренние желания. У каждого человека есть свой архетип, и за счет этого архетипа у него есть мотивация добиться чего-то в этой жизни. Именно это ведет человека, то, из чего он слеплен. Поэтому обязательно ознакомьтесь, я думаю, вам будет интересно, если вы любите эту тематику. Ну а тут Меган и Кейт. Кейт и Меган, кто они? Что различает двух этих девушек? Итак, первое, конечно же, общее у них. Они две девушки, которые по жизни люди активные, действующие, лидеры, идущие к цели. Они не будут стоять на скамейке запасных, сидеть там нет. Они будут двигаться к своей цели, идти вперед. У них есть жажда победы в крови. Они по природе своей лидеры, они по природе своей охотницы, но разные. Есть одна радикальная и кардинальная вещь, которая отличает их, центральная внутренняя вещь, которая сильно отличает их Кейт и Меган. Меган и Кейт. Говоря о Меган Маркл, у нее есть одна очень важная вещь, отличительная вещь. Все, что она делает, все ее действия, все ее победы, они направлены лично на нее, на ее личность, не на кого другого. Она один игрок в поле. Это не значит, что такой человек не сможет помочь своим близким, родственникам, детям. Может, абсолютно. Но общая жизненная цель – это реализовать себя. Общая жизненная цель – это двигать себя, развивать себя. Она видит себя, как того самого архитектора, и она и есть творение ее архитектуры. Она сама творит свою личную жизнь, себя. У Кейт совсем по-другому. У Кейт – это группа людей, это семья, это общность. Это шло у нее из ее семьи. Семья, которая из поколения в поколение занималась общим важным делом. Именно из поколения. Там важный момент есть, что даже если брать прадедов, там тоже очень важно было именно сплоченность семьи. Именно единым фронтом они работали. Поэтому для Кейт есть понятие, да, достижения целей, но в этом достижении целей она видит не только себя, а больше круг людей. Она командный игрок. И в этом и проявляется даже ее спортивная карьера, ее спортивные достижения, ее игра в хоккей на траве. И она умеет играть в команде. Есть люди-одиночки. Она умеет не только играть в команде, но она вообще нацелена на вот этот общий успех. Успех группы. Будь то это ее личная семья. Будь то это семья, уже в которую она сейчас вошла. Ей интересен вот этот успех группы. Не единый успех отдельного человека. Поэтому она иногда может пожертвовать какими-то личными своими желаниями ради победы группы. Это очень разные вещи. Заметьте, при том, что девушки стремятся, они мчатся к победе, да, они по жизни охотницы. Я не буду говорить хищницы, охотницы. Но в целом не охотницы на мужчин, а в целом. Но вот это радикальное отличие. Одна видит целью достижения. Вот свой успех, это же видит целью достижения успеха группы. Обязательно в группе. И она, если надо, пожертвует некими своими желаниями ради успеха группы. Вот это первое радикальное центральное отличие между этими двумя девушками, которые есть в них. Поэтому из этого отличия и вытекает тот результат, который получился. И получаем мы тот результат, связанный с королевской семьей. Потому что королевская семья, Royal Family, для них в первую очередь это командная игра. Всегда командная игра. И каждый игрок, более того, должен знать свое место на поле. У каждого есть свое место. И нельзя переходить на другое и говорить, а я хочу быть впереди. Я хочу забивать голы, как, допустим, Мэган любит. Да, я хочу лидировать. Нет, нельзя. И Кейт это по спортивной карьере знает. У каждого свое место. И каждый должен идеально выполнять свои действия. Тогда только будет успех всей команды. Если начнешь перетягивать на себя одеяло, пытаться заниматься не своим делом, развалится команда, проиграет. Вот эти понятия у нее есть. Поэтому она выиграла. Поэтому система ее приняла. Командного игрока система принимает. А одиночку, которая пытается все потянуть на себя, система, наоборот, пытается вытолкнуть. Система, наоборот, отказывается от него, как и сам этот человек, уходит от системы. Поэтому ей был предзнаменован успех в этой истории с семьей Кейт. А Меган, исходя из ее взглядов на жизнь, исходя из ее позиций, это было вопросом времени, что ничего не получится. Она не сможет жертвовать своими успехами, своими желаниями ради командной игры, потому что для нее это проигрыш уже. Понимание разное у них. Это первый момент. Следующий момент. На какие дистанции работают две эти девушки? Совершенно разное. Меган работает на короткой дистанции. Кейт работает на многокилометровые дистанции. Совершенно разный стиль по жизни. Поэтому Меган успешна в быстрых достижениях. Это не значит, что она просто хочет на халяву получить. Нет. Но быстрые результаты. И здесь уже подходит вот это мышление человека американского против человека британского. Потому что Америка именно пришла на смену вот той самой Англии, Британии, Викторианской. Тому самому спокойному, архаичному стилю жизни. Медленному. Где долго добиваешься чего-то. Где каждый знает свою позицию. И Америка, которой ты можешь занимать любую позицию. И самое главное. Все быстро. Быстро. Хорошо, но быстро. Фастфуд. Хорошо, но быстро. Доставки. Америка предлагает сразу достижение целей быстрее, чем раньше. Гораздо. То есть десятилетиями тебе не надо ждать. Ты видишь такие цели. И Меган здесь привыкла к этому. Меган тоже достигает целей быстрых. Она хочет. Да и посмотрите даже с братьями. Сколько ушло времени у Кейт. И сколько ушло времени у Меган. Скорость. Совершенно разная скорость. Заинтересованность скорости. Получение целей. Поэтому на коротких дистанциях. Она хороша. Но королевская семья. Это игра в длинную. И поэтому опять же здесь Кейт почему выиграла. Потому что здесь идеально именно ее качество. Здесь нужны именно такие качества. Здесь надо играть в длинную. Только так ты победишь. Поэтому здесь она смогла выиграть. В длинной дистанции проявилась кто лучше. А та сошла с дистанции. Потому что много километров. Это не ее стиль. Спринтер. А это не ее стиль. Вот так вот. Вот еще одно важное отличие. Да дорогие друзья и подруги. Зрители которые смотрите. Которые возвращаются. Подписывайтесь на канал. Потому что YouTube с новыми алгоритмами не предложит вам новые видео. А впереди Уильям. Впереди много интересных видео. И там есть невероятные кстати разборы. Которые меня даже удивили моменты. Поэтому подпишитесь сейчас. Кто не подписан. Присоединяйтесь. Огромное количество заинтересованных людей. Уже присоединились. Ну а я лишь сделал паузу для того. Чтобы сейчас продолжить. Продолжить этот разбор. Вот такие они. Две отличные. Да. Кто-то скажет. То есть Меган получается все время плоха. Да. Нет. 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 Меган хороша просто в других достижениях целей. Если бы они играли на короткую. В каком-то другом деле. Не в деле семьи. То Меган бы победила Кейт. Кейт в коротких дистанциях не очень хороша. Кейт не успевает себя проявить. Ей нужно время. Она мастер именно долгим, кропотливым, систематическим трудом показывать себя. Поэтому я и сказал вот в разборе про Кейт. Что Кейт сразу не очаровала Уильяма. И тут многие сказали. Ну как она красива. Я не имел ввиду, что она некрасива. Я имел ввиду, что там были. Вот знаете, бывают такие мужчины и женщины. Которые всех, всех очаровали сразу же. Быстрая. Быстрая влияние. Но так же эти чары и уходят. Я про это имел ввиду. А на длинной дистанции она уже себя показала. И очаровал. Вот если какое-то короткое дело. Если дело, где нужен быстрый результат. Быстрое достижение. Мэган бы победила Кейт. Кейт здесь была бы плоха. Кейт бы здесь ей проиграла. Ну а дальше мы идем к самому интересному. Интимная жизнь. Сексуальная жизнь. Исходя из их типов личности. Это абсолютно их психологический тип помогает нам понять. У людей все работает так. Узнай, как работает механизм. И ты все поймешь. Рельсы сами выкладываются. Здесь не нужно догадок. Ты будешь понимать. Как бы вели себя эти девушки в постели. Что они будут делать. Давайте попробуем. И тут важный момент. Сразу исключаем нюанс, когда ты хочешь понравиться. Что это такое? Период ухаживаний. Когда ты хочешь понравиться. Будь то мужчина или женщина. Ты ведешь себя не так, как обычно. Ты будешь стараться. Стараться делать приятный партнер. В любом случае. Стараться превзойти себя. Поэтому мы не говорим о случае, когда допустим бы Мэган пыталась бы очаровать своего партнера. Пыталась бы показаться яркой, интересной. Нет. Мы говорим уже об устоявшихся отношениях, где ты не будешь удивлять. Об устоявшихся отношениях, где ты будешь вести себя так, как бы вел каждый день. Вот об этом мы говорим. Потому что, я еще раз говорю, в первые месяцы, в первые дни, когда ты хочешь кого-то очаровать, ты будешь вести иначе. Ты будешь лучше, чем ты есть. Ты будешь стараться показывать какие-то невероятные свои качества. Павлин перья свои показывает, чтобы очаровать. Мы говорим о быте, об обыденной жизни. То есть не то, что быт, который уже скучный, но систематические отношения, где ты не попытаешься очаровать, а просто как бы ты себя вел в постели. И вот здесь давайте начнем. Сразу можно сказать, исходя из того, что мы уже говорили, сравнивая Меган и Кейт. Конечно, Меган более открытая. У нее меньше табуированных вопросов в голове, поэтому она может быть более страстной в постели. Тем более, что Кейт от себя сама сдержанней. Поэтому она не будет проявлять излишнюю эмоциональность, излишнюю страстность в постели и переходить излишние границы сама наперед. Меган же, в свою очередь, может. Может. И у нее нет таких табу в голове, которые есть у Кейт, скорее всего. У нее нет тех остановок. И она более, да, темпераментная, эмоциональная натура по жизни. Поэтому вот в этой стороне кажется сразу же, да, что вот у Меган сильная сторона. Это будет сдержанней. Сдержанней в постели. Но. Но есть второй момент. Вторая сторона монеты у Меган и Кейт. Какая? Которая вначале была, как я говорил, Меган в первую очередь думает о своем результате, успехе. Это неосознанно происходит. А Кейт об общем. Вот и результат. У Меган в первую очередь в обычных отношениях, где она не хочет очаровать, она будет думать о своем удовольствии в постели. В первую очередь. Она будет думать в первую очередь о том, как ей сделать так, как бы она делала, чтобы было ей приятно. А Кейт, командный игрок, как я сказал, она будет неосознанно стараться сделать так, чтобы обоим было хорошо. Чтобы оба партнера получили удовольствие. И это не та история, что женщина должна, не должна думать о своем удовольствии. Здесь не важно. Так же у мужчины может быть. Один будет думать об общем благе, Потому что вот ему так надо, он тоже командный игрок, ему важно, чтобы партнеру было тоже приятно, ему важно, чтобы система, для него есть система, успех системы, а бывает игрок-одиночка, которым он не задумывается об этом, ему главное, ему хорошо было и все, и он доволен. Вот здесь есть отличие, казалось бы, более страстное, более эмоционально способное перейти границы, это будет Меган, но при этом Меган будет более эгоистичная и думать о своем удовольствии, а Кейт, хоть и более ограниченная, она будет об общем думать благи и может где-то что-то сделать, перейти для того, чтобы и партнеру было хорошо, потому что ее результат хорошей интимной жизни, это когда обоим хорошо. Это безоценно, какие браки у них, какие у них партнеры сейчас, изменяет, не изменяет, в целом глобально, в отношениях они приблизительно так должны себя вести, исходя из их психологии, из их психологического портрета. Ну и финальная история, будет интересной еще, говоря об архетипах, есть такое понятие, как архетип животного, сравнивает человека с животным, с его чертами, конечно, качествами. И здесь две охотницы, как я сказал, и по идее должны быть две хищницы, но я касательно Кейт не дам вам хищницу. Вот напишите сами, кем вы считаете Кейт, какое бы животное ей подошло по внутренним качествам. Я назову не хищное животное, которое тоже подходит Кейт как типаж, это благородный олень. У оленя есть качество, прочтите качество оленя, там есть выдержка, стойкость. Вот именно эта история про длинные дистанции, ну благородство, вот эта аристократичность, а ей она уже свойственна в любом случае, сила, это из не хищных животных, при этом мощное, волевое животное. Есть ряд качеств, которые можно было бы сравнить, но не самое лучшее, потому что я еще раз сказал, они охотницы. Поэтому предложение пишите в комментариях, какое хищное бы животное у вас ассоциировалось с Кейт Миддлтон. Ну а про Мэган я скажу, хищницу именно назову, потому что в ней она так ярко читается, даже в ее зубках, такой, знаете, хищные зубки, хищный оскал, наточенных зубов и не спутаешь ни с чем. Это лиса. Это, конечно, лиса, и она прямо читается, это настоящая лисица, и все эти качества в ней есть хитрость, коварство, при этом очарование. Она может очаровать, нашептать на ухо и съесть, если ты колобок, как Гарин, возможно, да, очаровать. То есть она может быть обаятельная, она может быть страстная, она хищная, она идет к своей цели, она добивается. Она, смотрите, какое лиса, животное еще, кроме тех, скажем так, неприятных, лицеприятных качеств в ней есть и положительные, сильные качества, ей можно восхищаться. Это не смешное животное, это красивое животное, оно умеет быть статным, оно умеет поставить, показать себя, представить себя и очаровать, обольстить, где-то охомутать. Вот я бы сравнил ее. Вот такие они, я думаю, я вам приоткрыл портреты, я думаю, я вам показал разницу, и здесь не было. Это была надсхватка истории. Если кто-то подумает, скажет, то есть Мэган, ты хочешь сказать, что хуже? Я не хочу этого сказать. Я показал, в чем их разница. А это вы уже делаете, что вам ближе, кажется, чья жизнь правильнее, чьи качества вам ближе. Это ваше решение, ну а от вас я жду комментарии, ваши мысли по этому поводу. Кроме Кейт и Хищницы, напишите, какие еще мысли здесь есть. Поэтому я вообще подбирал слово охотницы, хищницы немножко такое коварное слово. Пишите, что вы думаете, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, впереди еще такие же интересные разборы будут. Ну а вы были на канале, что посмотрите, с вами был я, гражданин режиссер, до скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok